Я думаю, что есть еще тема, теперь вечная, я подозреваю, что она на всю жизнь, это тема ковида-19. Ладно, там, сейчас все ковидом друг друга снова уже пугают и снова уже боятся, не будем на этом останавливаться, но меня тронула одна только ковидная история, крайне характерная, крайне показательная. В Вологде на днях по поводу восстановления какого-то очередного папсного поповника собралось примерно 100 центнеров живого поповского веса со всех концов России, примерно 300 метров золотой парчи или даже может быть 500, тонна позолоченной латуни приехала. И они все собрались для того, чтобы свободно обменяться вирусом. Но вообще, я уже говорил про то, что именно попы, они бьют все рекорды по вымиранию, то есть если мы сравним с любой другой категорией, с любой другой профессией, мы получим какую-то невероятную процентовку именно попов. Но вот они приехали и снова, как ты думаешь, они начали тискаться, обниматься, целоваться, целовать друг у друга руки, вот эти бородатые вирусоносцы. И там на этой тусовке оказался местный губернатор, фамилия его Кувшинников. Ну он в общем вроде вменяемый, по меркам российских губернаторов это нетрудно, да? Хотя он тоже, конечно, несет на челе печать единой России, тем не менее у него там каких-то 15 изобретений, он боль не менее вменяемый. Он просто не понимает, надо на эти поповские цирки ходить или не надо, потому что Кремль не давал отбой не ходить, но и не говорил ходить. Он не знает, как быть, он приперся, стоит с идиотским видом совершенно. Но вот когда папы полезли к нему скрашенной доской, которая была уже зашаркана сотни бород и опечатана сотней ковидных поцелуев, и предложили ему, значит, эту доску поцеловать, что сделал изобретатель губернатор Кувшинников? Губернатор Кувшинников немедленно надел себе на лицо респиратор, и этим респиратором с размаху тюкнулся в эту икону, в эту доску. Очень благоговейно. Перспективный. Да, Попов, конечно, перекосило всех. Понятно, что если бы был кто-нибудь другой, его бы этой доской бы и отходили, да еще бы двушечку ему впаяли за оскорбление чувств. Но тут все только начали кланяться. Вот, правда, я-то точно знаю, поскольку у меня, как ты знаешь, хорошая агентура, удалившись в алтарь. Ой, как они, какими только словами они не называли губернатора Кувшинникова. Обзывались? Да, они сомневались в его умственных способностях, говорили о его психиатрическом диагнозе и о его внешности. Желтой рыбой? Совершенно верно. Видели млиным червяком? Ну, поскольку в этом мире, в поповском мире, все стучат, то не только же мне настучали, но там очень смешные записи, которые делали все друг про друга. Я думаю, что одну из этих записей подкинут и губернатору, где как раз идет обсуждение умственных способностей. Дальше там тоже очень интересно, потому что они с тревогой рассказывают про то, что вот этого Николая Киреева, так называемого отца Николая из Выборгской парки, так уж усадили за сутенерство. Да. И они тоже это обсуждают. Вот он, это был поп, который организовал поставку в Россию проституток из каких-то малых государств, и на этом неплохо, то, что называется, приподнялся. Его усадили, ему дали уже реальный срок, но епархия сказала, что она не видит в этом состава преступления, и вообще дядю Коле мы с тобой. Это сейчас правда, да? Правда, Александр Глебович? А его там вовлечение в проституцию обвиняют? С него не сняться. Оу, класс. И выражена ему поддержка Выборгской епархии. И второй страшок там пробежал от известия, что на мятежного Сергия завели уголовку по поводу издевательств над детьми. Но здесь попы действительно реально перепугались, но не из-за Сергия, а только потому, что то, что называется издевательствами там, это вообще нормальная стандартная практика любого православного, любого абсолютно православного монастыря. Поэтому им, в общем, есть всем повод начать переживать. Ну, я думаю, что губернатор Кувшинников получит целиком записи, никто же там не будет стараться стирать. И наряду с тем, что он много интересного нового узнает о себе, он еще узнает о том, чего попы боятся, а чего не очень. Александр Глебович, а меня вот, кстати, интересует вопрос. Вот как должен вести себя в России губернатор, если его обижают попы? Кому жаловаться? Пока до такого не доходило. Потому что все равно не забывай, что они сателлит власти. И они все равно, какие бы гадкие слова ни говорили за глаза, они обо всех говорят. А практически обо... Они очень плохо говорят о Собянине. Очень плохо. А кто выше по званию, объясните мне? Нет, но... Епископ или губернатор? Нет, конечно, все равно в любом случае губернатор, потому что губернатор может к чертовой матери закрыть церковь в период пандемии. А епископ не может закрыть государственное присутствие мэрии или губернаторскую праву на тех же самых основаниях. Ну, не может, да? И масочки все равно, и разрешение на проведение массовых мероприятий дает не епископ, а губернатор. Следовательно, он главнее. Продолжение следует...